Яркое событие прошедших выходных и легендарные знаменитые гости. В Надыме состоялся 17-й международный турнир по боксу памяти Владислава Стрижова. Подробности далее. За 17 лет у международного юношеского турнира по боксу появились свои традиции и имя Владислава Стрижова, первого газового генерала, как его знамя. Обязательно вспоминают в эти дни и о его последователе Валерии Ремезове, инициаторе соревнований. В этот 17-й раз в Надым приехали более 100 спортсменов из различных регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Сербии. Их приветствовали организаторы и почетные гости турнира. Я хочу посоветовать, пожелать точнее, чтобы вы своим жаром растопили снег. Пускай у вас будут победы, пускай у вас будут медали, хорошие впечатления. Николай Валуев – одна из легенд мирового бокса. Рядом с ним давний друг турнира – титулованный советский боксер, обладатель Кубка мира, по боксу и заслуженный тренер России Вячеслав Яновский, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Софья Ачигава. Она уверена, что участие в таких турнирах развивает спортсмена. Приезжая на турнир, он знакомится с другими ребятами, он проявляет свои лучшие качества. Я считаю, что это возможность развиваться во всех направлениях для спортсмена и в целом становиться увереннее и в общении, и в ринге. Интереснее, наверное, на звезд посмотреть. Он приехал, ты нигде его больше не увидишь, кроме этого турнира. Когда еще у тебя будет возможность увидеть олимпийского чемпиона? Трехдневная программа турнира насыщена. В первый же день на боксерском ринге в спорткомплексе «Молодость» прошли первые предварительные и отборочные бои. Мы хотим увидеть, конечно, красивый бокс, чтобы это было без травм и чтобы, самое главное, нравилось зрителям. Ну, а спортсменам, которые приехали сюда, чтобы у них были действительно личные достижения. Не только за личными достижениями приезжают на дым боксеры. Оправдывая ожидания спортсменов, организаторы устраивают встречи с чемпионами и легендами бокса. На них звучат профессиональные советы о том, как преодолеть волнение и раскрыться во время выступления, обыграть соперника, пережить поражение и, несмотря ни на что, продолжить идти к своей заветной цели. Без поражения не будет победы. Я приходил домой и говорил, пап, а как это так может? Вот так вот тренер говорит, как это хотел. Для того, чтобы победить, надо научиться проигрывать, для того, чтобы потом выиграть. Пообщаться с легендарными спортсменами стремятся и журналисты. Вопросы, как правило, про спортивную, политическую карьеру и обычную жизнь после работы. Какая-то мечта у вас есть когда-то? Не спутся. Знакомство с Надымом и градообразующим предприятием – один из обязательных пунктов насыщенной программы турнира. В Центре корпоративной культуры компании всегда рады гостям. Еще больше радости у мальчишек из первого в Надыме спортивного класса. Автографы от самого большого бойца в истории бокса для многих станут бережно хранимой реликвией. Мы пришли, чтобы посмотреть на Валуева и чтобы он там дал нам автограф. У нас по федеральным каналам часто идет «Газпром на национальное достояние». Чтобы понять истинную причину, точнее, наверное, не причину, а истинный смысл этой фразы, нужно жить не в центре, ну где-то не в столице, а приехать и посмотреть, как на самом деле это национальное достояние, как оно достается, каким трудом, и тогда уже будет реальное понимание. За финальными и самыми зрелищными поединками наблюдал интерконтинентальный чемпион по боксу Руслан Проводников. Они состоялись в третий день спортивного марафона. В финале было 16 поединков, продемонстрировавших красивый и техничный бокс. Имена победителей объявлялись на ринге сразу по окончанию боя. 17-й турнир получился чисто мужским. Девушки в нем не выступали, но зато они были одними из самых активных болельщиц. Чему тебя научил этот спорт? Во-первых, выдержки, дисциплиния, уметь держать себя в руках, быть сильным и уметь постоять за себя, скорее всего. Золотые медали для надымской команды завоевали Олег Берт, Агиров, Сергей Платон, Родион Залилов, Даниил Клещеров, Александр Дученко, Радмир Арсланов. Серебряные – Александр Чупров, Олег Казанин, Рамис Арунов, бронзовые – Максим Мирошниченко и Ленар Камалов. Лучшим боксером турнира признали Родиона Залилова. В день до финала ему удалось побить гости из Сербии, а в финале он одержал победу над крымчанином Дмитрием Малютой. Победы хорошо и даже отлично, но главное считают в «Газпром добычи над дым» – умение добиваться результатов и держать удар в любых жизненных ситуациях. Рядом с обществом «Газпром добычи над дым», с его руководителем, как Сергей Николаевич Мечников, мечты сбываются даже у боксеров. Оксана Захарова, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром добычи над дым».